Немецкая овчарка Кайера в недоумении. Вопреки поговорке, в плохую погоду хозяин ее на прогулку вывел. Потом приказал ждать, а сам отправился на собачью площадку. И его примеру последовали многие. А все почему? Потому что в Одинцовском округе – общеобластной субботник. Нам все-таки хочется своими силами здесь помочь убрать. В принципе, мы делаем это все для себя. Здесь одна из площадок для тех, кто гуляет с нашими собачками. Я знаю, с утра здесь по нашей дубовой роще ходили тоже наши жители, у кого есть собачки, тоже убирали здесь. Здесь же неподалеку наводит порядок коллега Ларисы Лазутиной Дмитрий Голубков. Курильщиков возле этой лавочки надо отправить в баскетбольную секцию, чтобы точно попадали бычком в урну. Дмитрий Аркадьевич за здоровый, активный образ жизни сам и призывает последовать его примеру других. Тем более, что для участия в субботнике достаточно было только желания и, пожалуй, дождевика. Весь инвентарь выдавали на месте. Частота должна быть на территории вне зависимости от погодных условий. Поэтому сегодня у нас по всей области проходит День труда, субботник. Несмотря на погодные условия, я считаю, надо выйти и прибраться немножко после зимы. Ну, такой фитнес хороший. Все тем более, конечно. Фронт работ в Звенигороде серьезнее. Один из субботников прошел в Супонево на территории будущего парка. Участникам нужно было убрать не только мусор, но и поваленные сухие деревья. На помощь жителям приехал глава Денцовского округа Андрей Иванов. За порядком на Лазутинке следят сотрудники парка. Поэтому перед участниками субботника здесь стояла другая задача – сделать зеленую зону еще зеленее. Для этого приобрели кусты сирени. Будет расти теперь. И радует людей. В апреле субботники в Одинцовском округе проходили еженедельно. В весенние генеральные уборки приняли участие жители, сотрудники различных организаций, волонтеры – несколько десятков тысяч человек. Участвовало более 37 тысяч человек. И мы задействовали порядка 317 единиц техники. Смогли привести в порядок 322 дворовые территории. Мы привели в порядок и благоустроили 80 памятников и мест захоронения воинам Великой Отечественной войны. Кстати, и в эту субботу холодная дождливая погода не остановила тех, кто хочет сделать нашу планету чище. В общеобластном субботнике приняли участие более 12 тысяч человек. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Денис Харламов, телекомпания Одинцова.